Всем привет! Сегодня будет продолжение рум-тура. Я такая балда, забыла в прошлый раз показать вам детскую комнату. Вот реально, показала только две комнаты и гостиную, а про детскую я вообще забыла, из головы вылетела. Так что сегодня я вам обязательно ее покажу. Из-за того, что я не сняла детскую, квартира стала выглядеть меньше, конечно, без одной комнаты. Сейчас я буду снимать на широкоугольную камеру, чтобы вам было лучше видно. Проходим мимо кухни, наша спальня. А вот за этой дверью детская комната Кирилла. Кровать мы покупали в Икеа, как и постельное белье. Здесь его шкафчик с игрушками. У него всегда порядок. Он хорошо прибирается за собой. Конечно, иногда у нас бывает настоящая война из-за разбросанных игрушек, но он молодец. Обычно все складывает. Эта комната, кстати, самая темная. Здесь очень мало света. И окно, если его открыть, выходит на парковку. Парковку заднего двора. Ну, там, получается, задний дворик, как парковку, уже давно не используют. Далее здесь комод Илю. Всякие вещички. Илюкодик. Это мы, кстати, делали, когда он только родился. Ну, было где-то недели две-три. Слепки. Ручек, ножек. А вот это вот пуповина. Кому-то кажется, что это фу. Что-то такое противное, но мы это сделали на память. Корейцы некоторые даже делают слепки. Если у них сыновья, слепки... Ну, вы сами поняли, чего, если это мальчик. Это у нас фотосессия была на 100 дней. Елька в корейском национальном костюме. Ну, а здесь вещи чисто Елькины. В принципе, здесь не полный порядок, но я могу разобраться, где что находится. Вещей очень много о Ельке. И он очень быстро из них вырастает. В принципе, тут и не хаос, но как бы можно было организовать все более красиво. Вот еще одна комната, которую вы увидели, детская. И сразу... Почему мне нравится? Потому что рядом сразу наша комната. Если Кирюшка там ночью проснется, он может прийти к нам. И он что и делает каждое утро. Дверь у нас в туалет обычно открыта. Почему? Потому что, как я уже говорила в прошлом видео, у нас получается здесь дырка, и мы купаемся, вода льется сразу на пол. И чтобы не было плесени, нужно, чтобы эта часть, эта плитка хорошо сохла. У нас тут открыто окно, окно выходит на балкон. Вот. Как-то вот так вот. Эту фотографию мы хотим куда-нибудь повесить. Пока еще не нашли куда. Вообще нам не разрешают, хозяева, делать дырки в стене. Поэтому нужно что-то придумать. Обычно в Корее есть такие специальные иголочки, на которых крепятся разные там картины, фотографии. Нужно найти. Вот, кстати, сейчас расскажу про свой обед. Ну, в принципе, все остальное вы уже видели. В последнее время я очень скучаю по русской кухне, и на днях я делаю себе кравовый салат. Получилось очень вкусно. Единственная проблема, что я ем его одна, ем понемногу. А еще пару дней он испортится. Муж у меня такое не ест. Он сказал, что слишком много майонеза, так что буду наслаждаться этим блюдом. На завтрак, обед и ужин. Приятного аппетита! Приятного аппетита! моё чаепитие прервали, только что заходила хозяйка квартиры и принесла вот такой вот рулон, сказала приклеить на стену, вчера я ходила к ней с небольшой проблемой, у нас в спальне, сейчас вам даже покажу это место, у нас в спальне стена просто намокла, вот реально без каких-либо причин, намокла стена и образовалась вода на полу, я не знаю в чем причина, но хозяйка сказала, что возможно это от перепада температур, потому что на улице холодно, а в комнате тепло, она сказала это приклеить, не будет дуть со стены и не будет литься вода, надеюсь это поможет и не надеюсь, что не будет плесени, потому что в корейских квартирах большая проблема это появление плесени на стенах, особенно там, где вот мебель, например вот в таких вот зонах, из-за возможности появления плесени, вся наша мебель не прилегает к стенам, всегда есть такой промежуток, чтобы не было плесени, вот эту штучку мы наклеим вот здесь вот, не знаю правда как это будет смотреться, но главное, чтобы помогло, вот видите, вот это вот желтое пятно, это как раз таки вчера лилась прям вода из стены, и это такая вот большая проблема Кореи, я впервые с таким сталкивалась, но муж говорит, что такое явление часто бывает зимой, из-за как раз таки перепада температур. И последнее, что я вам сегодня покажу, это такой вот светильник, нам его подарили на новоселье, посмотрите, какая красота, бывает, когда выключаешь свет, проекция космоса, все переливается, звезды очень-очень красиво, прям настоящая сказка, можно регулировать и двигать голову, получается вот так вот прямо на потолке, над кроватью, очень красивая проекция, прям реальная настоящая сказка.